Две с половиной тысячи километров на велосипеде. Наш земляк, шебекинец Сергей Волков, решился осуществить давнюю мечту и отправился в путешествие, причем в Турцию. С собой взял только самое необходимое, весьма скромную для такого маршрута сумму, всего 27 тысяч рублей. В пути он уже полтора месяца. Впечатлениями мужчина поделился с нами по видеосвязи. Интервью с велопутешественником прямо сейчас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, в какой точке остановилось ваше путешествие? Сейчас в 10 километрах от Мерсена, забыл, как называется, Тарсус, по-моему, Таргус, Тарсус. Что больше всего удивляет, запоминается, чем больше всего нравится Турция? В первую очередь люди, ну, очень гостеприимные, очень добрые, помогают и едой, и деньгами даже. У них пенсионеры часто едешь по городу, сидят на улицах за столиками, играют в нарды, пьют чай, и их прям очень много. У нас, допустим, в городе такого не встретишь. А в Турции очень прям полно. У них большие такие компании пьют чай, нарды играют. Во вторую очередь природа, горы. Я только сегодня спустился с гор, и последние два дня я пробирался через ущелье, через каньон. Это было просто невероятно. Это, наверное, одна из лучших дорог, по которой я ездил. Это узкое ущелье, горы высотой километр, дорога вырубленная в скалах, камни над тобой провисают. Снизу еще метров 500 вниз обрыв. Это очень живописно, адреналин. Вообще класс. Вы решили отправиться в путешествие в довольно сложный период для региона, когда как раз был пик обстрелов. Почему именно тогда решились? Сначала я эвакуировался из города. Месяц пожил в одном месте, месяц в другом месте. Ну и подумал, какая разница, что я прыгаю с одного места в другое. Я также могу прыгнуть и в Турцию, грубо говоря. Я знаю, что вы отправились в путешествие в Турцию. У вас было всего 27 тысяч. Как вам хватает на жизнь? Вы довольно долгое время уже там находитесь. Да, это правда. У меня было 27 тысяч рублей, и я выехал на велосипеде. Это маленькая сумма оказалась. Просто раньше Турция считалась дешевой страной, но сейчас у них высокая инфляция. За полгода, как местные рассказывали, очень все подорожало. Что-то на 100%, что-то на 200%. Ночую в палатках в основном. Ем. Ну, на завтрак овсянка. На ужин салат, огурцы, помидоры и гречка, рис. Примерно такой рацион. В чем вообще прелесть велотуризма? Я знаю, вы с 2017 года так путешествуете. В 2016 купил велосипед, в 2017 подсел на велотуризм. Потому что мотоцикл или машина – это большая скорость. Ты проезжаешь мимо всего, ничего не видишь. А велосипед ты едешь потихоньку, все рассматриваешь. То есть мне интересно останавливаться, знакомиться с местными, общаться с ними. Хоть, конечно, и есть языковой барьер, но Google Translate выручает. Велотуризм на самом деле очень популярный. Многие в рамках этого путешествия встречал одного. Он выехал с Великобритании, едет до Индии, выделил два года на путешествия. Германец взял отпуск на 14 месяцев, тоже едет в Таиланд, Германия. Сколько стран уже посетили и какое путешествие было самым запоминающимся? На самом деле я мало стран посетил. Получается только Грузию и Турцию и остров Кипр. И все. А большинство, больше путешествий было по России. И самым запоминающимся это был Дагестан. Я даже там целых три раза был. Первый раз сам, второй раз уже компания, нас 8 человек было. И третий раз в этом году весной с другом. Дагестан прям до сих пор. Даже путешествия по Турции, хоть и попадаются красивые места, каньоны, люди. Но Дагестан пока у меня на первом месте. У вас есть мечта? Куда бы вы хотели еще съездить? На самом деле много куда хочется. В Индию хочется, в Мексику хочется. Но Стамбул для меня не так важен, как Каппадокия. То есть Каппадокия – это основная цель пребывания в Турцию. То есть я мечтал давно, насмотрелся фотографии, видео, сотни воздушных шаров. Но это, конечно, удивительно. Я даже не знаю, как словами описать. Я мог позволить себе прям в эпицентр взлета воздушных шаров добраться, поставить там палатку и наблюдать это все. Я считал, что каждому человеку надо хоть раз выйти из зоны комфорта. И не прям именно как я отправиться на велосипеде, хоть в пеший туризм, но выйти из зоны комфорта, чтобы ценить обычные бытовые вещи. Спасибо большое, что пообщались с нами. Удачного вам завершения путешествия. Спасибо большое.